На четыре дня Новый Рингой стал местом притяжения самых сильных и выносливых людей России и Беларуси. Тяжелоатлеты выкладывались на полную, чтобы вернуться домой чемпионами. В финальный день на спортивной арене встретились мужчины в трех самых больших весовых категориях. Перед выходом соревновательный мандраж, надо его гасить, куражом настраиваться. Личная планка не была достигнута, я был готов неплохо к этим соревнованиям, но, видимо, как-то перегорел, что ли, последний. У меня три-четыре сильно настраивался на результат, который хотел поднять, и, по всей видимости, перегорел. И сегодня не реализовал весь свой потенциал, на который был готов. Взять чемпионство России остаются главной задачей атлетов – нервы и тело наколены до предела. После этого турнира медалисты будут готовиться бить мировые рекорды. За каждым шагом пристально следят тренеры. У нас участвуют пять спортсменов, двое уже заработали медали. Сейчас крайний спортсмен у нас участвует в Кобель, Сергей. Ну, загадывать ничего не будем, но, дай бог, все будет нормально. И порадую там наших жителей округа, города. Каждый тренер когда-то также стоял на помосте и боролся за медаль, поэтому волнение полностью скрыть не удается. Артур Акоев защищал медаль страны на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, где получил заслуженную серебряную медаль. Ему хорошо и известно, как важен правильный старт. Сейчас его подопечный уже стал чемпионом России в рывке. Все-таки межородный старт и подготовка к Олимпийским играм – это совершенно разные старты. Когда сам выступал, было намного легче. Намного легче. Тренерская работа, другие переживания. Подбадриваем ребят, стараемся, настраиваем их на дальнейшую борьбу. Чемпионат России по тяжелой атлетике подходит к концу. Все атлеты остались довольны газовой столицей. Новый уренгой превратился в колыбель новых рекордов. Пришло время готовиться к следующему году, чтобы гордо сказать «Я чемпион своей страны». Василиса Сенегина, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера».